Часто на рынке возникает ситуация, когда кажется, что мир буквально рушится. Например, к таким случаям можно отнести падение фондовых индексов, как это было во времена кризиса. Рушиться мир может и в прямом смысле. Угроза настоящей войны, стихийные бедствия также вызывают неуверенность в относительно спокойном будущем. Куда же спрятаться в таких случаях? Предприимчивые трейдеры, привыкшие получать стабильную прибыль, переводят свои средства в так называемые убежища или тихие гавани. На самом деле, в данном случае по терминологии правильнее было бы сказать средства хеджирования, но трейдеры выбрали для себя более говорящие понятия. Число убежищ традиционно относят валюты с большой ликвидностью. Как правило, это валюты с наиболее стабильной экономикой и низкой процентной ставкой. Что же это за валюты? Традиционно в качестве безопасных активов покупался американский доллар и швейцарский франк. Однако в последнее время список пополнился и японской иеной, так как во время финансового кризиса 2008 года Япония продемонстрировала финансовую стабильность и своевременную реакцию правительства на меняющиеся экономические условия. Правда, само правительство не радует дорогая национальная валюта. И по этой причине в 2011 году Банк Японии периодически выходил на рынок с валютными интервенциями. Центробанк целенаправленно продавал крупные партии японской иены за доллары США с целью снизить курс японской валюты. Кстати, по причине частых интервенций швейцарского национального банка франк выбыл из списка валют убежищ. В последнее время, учитывая сигналы о силе экономики Новой Зеландии, трейдеры стали активно скупать новозеландский доллар и валюту соседней страны Австралии. Новозеландские и австралийские доллары часто действуют в тандеме, следуют однонаправленному тренду. И на некоторых форумах стали появляться сообщения о том, что Киви и Ози вполне способны занять место в списке валют Тихой Гавани. Однако такое мнение ошибочно. Австралийская и новозеландская экономики формируются благодаря добывающему сектору, а следовательно валюты этих двух стран являются сырьевыми. В случае спада на сырьевом рынке Киви и Ози будут испытывать давление. Тем не менее, есть недооцененный торговый инструмент на рынке Форекс. Такой темной лошадкой в списке валют убежищ вполне может стать сингапурский доллар. Сингапур – страна с эффективным управлением и самым низким уровнем коррупции в мире. Более того, это один из крупнейших торговых и финансовых центров Азии. Советуем вам, наши дорогие трейдеры, повнимательнее приглядеться к валюте этой страны. К слову, компания Инстафорекс предоставляет возможность торговать сингапурским долларом на рынке Форекс. Обретите чувство уверенности и безопасности, торгуя на валютном рынке вместе с Инстафорекс. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok